МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Совет моего дома». Рассказываем, как благодаря взаимодействию жителей и власти можно решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и поддерживать порядок в городе. Продолжаем говорить на тему ЖКХ. Сегодня в центре нашего внимания Октябрьский район. Как развивается район? И вот сегодня в нашей программе мы поднимем тему, которая волнует многих жителей именно этого района и является актуальными на сегодняшний день. Это ЖКХ, благоустройство, ремонт, работа с обращениями граждан. Но чаще всего жителей волнует самый главный вопрос – «Комфортная жизнь в своем дворе и районе». Поговорить на эти темы я пригласила сегодня гостей в студию. Сергей Олегович Радько, глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, и Татьяна Гавришина, председатель совета многоквартирного дома номер 41 по проспекту имени Масленникова. Здравствуйте, уважаемые гости. Ну что же, традиционно первый вопрос у меня к вам. Как известно, Октябрьский район, конечно, является центром Самары. Здесь живут десятки тысяч людей, столько же приезжают сюда каждый день по работе, учебе, гулять и отдыхать. Ну вот расскажите, пожалуйста, как вы считаете, а имеется какая-то определенная специфика в Октябрьском районе, которая отличает его от других? Безусловно, каждый район отличительный. И Октябрьский район не исключение. Он вообще один из самых притягательных районов нашей столицы губернии. Побывав в нашем районе, можно узнать различные стороны нашей городской столицы, как культурную, так и космическую. Да это и неудивительно, ведь на территории нашего района уникальные памятники. У нас замечательная набережная. И во главе набережной стоит всем известный архитектурный облик, ладья так называемый. Рядом же здесь находится памятник основателю города Самары, князю Георгию Засекину. Нельзя не вспомнить великолепный фонтан в честь 40-летия ко Дню Победы, организованный, сквер Фадеева. Проект очень интересный и живой. Очень интересное пространство. И каждый год что-то, ну там, периодичностью что-то добавляется новое от спортивных площадок и до детских. Ну и, конечно же, один из самых главных, может быть, объектов – это музей наш, Самара Космическая. Особенность нашего района, гордость нашего района. Ну и, может быть, стоило бы еще вспомнить о долгожданном проекте нашем, который сейчас активно, так скажем так, подходит уже к финалу, к реализации. Это наша Третьяковская галерея. Поэтому уникальных мест много. Но еще бы мне хотелось отличительной чертой нашего района обозначить то, что наш район, он некий такой студенческий. У нас очень много вузов, высших учебных заведений, среднеспециальных, и примерно около 30 тысяч студентов находятся очно, обучаются на территории нашего района. Это и задает определенный тренд, задачи перед нами ставят развивать наш район в части благоустройства для наших гостей, которые приезжают в наш район, для наших жителей. Вот это основные особенности нашего района. Ну и поговорим мы, конечно, о благоустройстве сегодня подробнее. Но еще хотела спросить, Татьяна, вас вот о чем. Как я вас представила, вы являетесь председателем Совета многоквартирного дома 41 по проспекту Масленникова. И расскажите, пожалуйста, о Совете, который возглавляете вы. Почему, собственно, это случилось в вашей жизни? Вы знаете, в каждом доме есть активные люди, активные жители, которым не все равно, что происходит вокруг, в их доме. Одним из таких жителей стал я. И у нас, конечно же, есть еще совет на квартирного дома. У нас в каждом подъезде всего 60 квартир. Это Сталинка, Сталинской застройки, 4 подъезда. И в каждом подъезде у нас есть один человек, который ответственный за то, чтобы, например, собрать подписи жильцов. Потому что мы очень часто голосуем, мы участвуем в разных программах. То есть мы решаем и думаем, что делать нам в доме. Как бы устраивать территорию рядом, потому что мы активно очень с администрацией района сотрудничаем, скажем так, обращаемся к ним, бросим помощи. Нам активно помогает. Вот. И... Ну, соответственно, налажена работа и с вашей управляющей компанией, да? Ну, конечно, конечно, без этого никак. Когда мы определяем, что нам нужно сделать, управляющая компания, конечно же, по нашим всем запросам, критериям, они выполняют работу по нашему дому. А скажите, за это время какой опыт вы приобрели? Я с 19-го года, председатель Совета МКД, опыт приобрели уже большой, потому что люди разные, мнения у всех разные. И для того, чтобы как-то прийти к единому знаменателю, то есть приходится кому-то объяснять, кому-то приходится что-то доказывать, показывать, уговаривать кого-то, потому что хочется жить хорошо, чтобы в доме было красиво, вокруг нас, чтобы было красиво. Но как-то соседи уже идут навстречу. То есть общий язык найти удалось? Общий язык, конечно, найти удалось. Самое главное – захотеть. И не могу я с вами не согласиться. Сергей Олегович, в 2022 году, как известно, в рамках губернаторского проекта «Содействие» планировалось несколько проектов к реализации. Это «Двор будущего», «Сквер солнечный». Расскажите, пожалуйста, все ли выполнено? Конечно, очень интересно, как проходили работы и какая роль, самая главная, в процессе благоустройства была отведена все-таки жителям этого района, потому что ведь делается это и в первую очередь для жителей. Вы абсолютно правильно подметили, какая роль. А роль очень важна. И самая главная роль жителей, поскольку от начала до завершения, в последующем и сохранения объекта, чтобы он был у нас функциональным, отводится именно жителям. Поэтому в самом начале, когда только разрабатывались проекты, мы вместе с жителями принимали решение, каким он будет, этот проект. Дополняли его, я вам скажу даже больше. Если говорить о проекте «Двор будущего» по программе «Содействие», которую мы успешно завершили в 2022 году, уникальность проекта, ну, его надо видеть. Обязательно приехать в этот сквер и посмотреть, каким он стал. Там уникальная высадка деревьев, зеленых насаждений, шикарная подсветка, ну, одно слово там, да, газоны, не просто газоны, там они оборудованы газонными торшерами. Ну, то есть освещение так организовано, что сквер, ну, в разное время дня и ночи, скажем так, по-своему красками переливается. Интересные ландшафтные решения валуны там установлены в сквере. Поэтому все это ведь от инициативы жителей, это их предложение. А если говорить про сквер «Солнечный», который у нас располагается на пятой просеке, так этот проект был до последнего живым. Не единожды выезжал сам, с командой со своей, мы смотрели. Этот сквер, почему по-особому мы к нему отнеслись, поскольку у жителей там много было пожеланий оставить сквер, ну, как бы с обликом предыдущего сквера, там была площадка уже. Но в то же время, чтобы он был безопасным, исполненным по ГОСТам, какие-то вещи сохранились, чтобы там, вот в частности, там пожелания были по деревьям, вековые дубы, как говорили там жители, оставьте их, мы к ним привыкли, они нас устраивают. Поэтому мы внедряли этот проект с учетом тех предложений, уже в процессе которых были в ходе реализации этого проекта, озвучены нашими жителями. Поэтому проекты были максимально живыми, и там, я не знаю, дня, недели не проходило, чтобы мы какие-то предложения не выслушали, не выехали на место, не обсудили их с жителями. И вообще этот проект, именно если говорить про сквер «Солнечный», он с потенциалом, он очень обширным может быть. Там есть территории, где можно организовать и иные спортивные площадки, и более узконаправленный теннис, там, футбол, баскетбол. Вполне достаточно для этого пространства, чтобы организовывать дальше, в несколько этапов. Ну, наверняка вы и впоследствии посещали эти места. И скажите, пожалуйста, а жители-то вот пользуются ими? Приходят ли туда гулять, общаться? То есть не простаивают эти пространства? Конечно. Это место встречи, однозначно. Кто-то приходит посмотреть, а потом привыкает, что это не просто место, которое можно там обозреть, посмотреть, что на территории родного квартала находится такая благоустроенная зона. А место для встречи, место прогулки с детьми. Поэтому, конечно же, пользуются спросом у жителей. И уже сегодня мы, я как вот еще раз подчеркну, обсуждаем вторую очередь. И по скверу «Солнечный», «Двор будущего» у нас уже есть предложения, которые будут в этом году реализованы. Поэтому это живые площадки в частях дальнейшего развития благоустройства. Спасибо. Татьяна, вопрос вам. Расскажите, пожалуйста, о вашей территории, прилегающей около вашего дома. Может быть, какие-то вопросы по благоустройству именно удалось решить вам как председателю? Ну, а если есть какие-то планы на будущее, я думаю, что стоит воспользоваться сейчас уникальной возможностью. Рядом сидит голова, да? Ну, и, наверное, пообщаться на этот счет. Вот что бы хотелось видеть в дальнейшем у себя во дворе? Да, конечно. Мы с соседями настолько сплотились за последнее время уже. И администрация района, я повторюсь, что с нами всегда на связи. Очень мы рады познакомиться с Сергеем Олеговичем. Будем дальше взаимодействовать. У нас был губернаторский проект, реализован в содействии в 2021 году. Мы его... Что это? Скажите подробнее. Это проект, где люди готовят, либо рисуют эскиз, либо еще что-то. То есть мы делали дороги и парковочные карманы, потому что у нас сталинская застройка. То есть, ну, как бы были плохие дороги. Мы понимали, что если мы будем ждать или требовать от администрации, как бы, да, может много времени пройти, и дворов очень много, и территорий много. Ну, мы решили поучаствовать. Но администрация района, конечно, очень в этом помогла, потому что и заявку нужно было правильно оформить, и документы сдать, и потом это передается в аппарат губернатора все. Мы победили в этом конкурсном отборе, и нам сделали в 2021 году замечательный асфальт, парковочные места. Внутри дворовые, да, территории? Внутри дворовые. Мы участвовали пятью домами в границах Масленниковой, Артиллерийской и Подшипниковой. То есть, вот, и, конечно, мы не хотим устанавливаться, у нас теперь плана детская площадка. Будем теперь готовить документацию к этому проекту. Спасибо вам большое. А придомовая территория, как сказали мои гости, это одно из самых важных пространств при покупке жилья, ведь двор – это первое, что мы видим, выходя на улицу. Грамотно спроектированная территория – это безопасность, функциональность, досуг, ну и, конечно, эстетика. Другими словами, внутренний двор – потенциальная, очень сильная коммуникационная площадка, поэтому от того, как он устроен и мотивирует людей выходить из квартиры, зависит очень многое. Далее о благоустройстве придомовой территории Октябрьского района в нашем следующем сюжете. Даже в дождливую погоду новая детская площадка у дома номер 3 по Печорской привлекает внимание ребят. Игровую зону с антитравматическим покрытием здесь установили по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Жильцы дома на собрании, оформляя заявку, выбирали, чем именно наполнить площадку. Выбор был между спортивной зоной и детской. С итоговым решением не прогадали. Особенно после вечерами, когда после школы приходит очень много людей не только с наших домов, но и с соседних, которые действительно здесь играют и довольны. А между домами 3 и 3А по Печорской по той же программе сделали проезды и организовали несколько парковочных карманов. В дальнейшем у жителей планы разлиновать парковку, обозначить постоянные места для инвалидов и согласовать установку шлагбаума, чтобы в часы пик двор не забивался посторонними машинами. Жители обещают поддерживать красоту во дворе и украсить его цветами. Я думаю, что у нас все на следующий год получится. Будем стараться. Жители тоже стараются. Они следят. Я, например, в отъезде где-то нахожусь там или за городом, они обязательно не перезванивают, сообщают, что да как. Работа на каждом этапе от оформления заявки до приема работ находится под контролем районной администрации. К процессу активно привлекают и жителей, которые сами решают, что им нужно сделать в первую очередь и общаются с подрядчиками, если есть вопросы или замечания. Мы привлекаем к участию, привлекаем к приемке. Ну а уж про реализацию проекта, я имею в виду формирование самого проекта, эскизов, ну тут даже не обсуждается. С этого все начинается. И с инициативы жителей, предложения их. А дальше мы уже просто формируем в более правильную оболочку это все, в правильный проект для того, чтобы это все прошло и было гарантированным участником проектов. Сергей Олегович, в 2022 году в рамках программы формирования комфортной городской среды на территории Октябрьского района были благоустроены дворовые территории. Я хочу спросить вас, как именно обновились эти пространства, ну и, конечно, какие виды работы были выполнены. Да, очень важная программа, придаем большое значение, качественно готовим документацию, призываем жителей быть участниками, голосовать за ту или иную программу, особенно если двор действительно требует внимания. Поэтому к реализации у нас было в 2022 году три территории. Это Печорская дом 3, Новосадовая 1 и Новосадовая дом 5. С бюджетом в 12 миллионов общим. Значит, задачи у нас, которые поставили перед нами жители, и мы организовали все это в проект, они были традиционными. Это устройство дворовых проездов, установка бортовых камней, озеленение. Чуть шире, чуть дальше пошли на Печорской дом 3, индивидуально подошли и посоветовавшись с жителями, они услышали наш совет, поскольку детские игровые площадки находятся чуть на отдалении, в отличие от Новосадовой, 1 и 5. То мы предложили чуть пошире программу проект разработать, подготовить с устройством как раз игровой зоны, спортивной зоны в районе улицы Печорской дом 3. Вот с этим подошли, в конце года все это мы реализовали, приехали, посмотрели, все нормально. Есть предложение, безусловно, для дальнейшего благоустройства этих территорий, но на сегодняшнем этапе все, что мы хотели, все, что проект мы отработали, мы завершили в 2022 году по этим трем проектам, по этим трем улицам. Ну, действительно, и общий вид Октябрьского района в самом деле преображается. Конечно, делается все для нужд и комфорта жителей. Скажите, а вот меняется ли на облик внутри района и во дворах? Чеми руками творятся изменения? И много ли происходит, опять же, активной позиции жителей? И вот насколько такая позиция активная вообще необходима? Крайне необходима. Жители задают огромный вектор развития территории. Такое количество проектов, рассмотрение которых, мы не можем отказать жителям, они уникальны, мы понимаем, что они преобразят и район, и микрорайон, в котором проживают жители. Именно поэтому мы приняли решение вместе с депутатами Октябрьского внутригородского района усилить работу нашего отдела, который сопровождает эти проекты, для того, чтобы максимально приводить в соответствие, чтобы они были более конкурентными, эти проекты, более современными. Дело в том, что ведь иногда наши жители пишут проекты, не предполагая, что есть какие-то ограничения, линейные объекты и прочее. Именно поэтому мы усиляем сейчас наш отдел, для того, чтобы у проектов не было нареканий, чтобы они были качественными, исполненными в срок. Тем выше будет конкуренция, конкурентные преимущества, а значит, возможность больше воплощать в жизнь тех или иных проектов. Именно этот тренд, эту задачу, к которой мы в итоге пришли, усилением отдела как раз поставили перед нами жители, которые обращались с тем, что где-то недосмотрели мы смету, где-то мы им что-то не подсказали. Вот, пожалуйста, это и есть взаимодействие с людьми, с жителями нашими. Татьяна, вот ваше мнение, насколько важно взаимодействие именно и работа активных жителей с советом многоквартирного дома, опять же, с администрацией, если мы говорим о вашем личном примере. И вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, как граждане могут создать совет и что, в принципе, им для этого нужно? Ну, ведь наверняка одного желания недостаточно, ваше мнение. Ну, конечно, одного желания недостаточно, но, повторюсь, что в каждом доме есть люди, которым не все равно, что происходит вокруг. Им просто нужно объединиться, для этого есть собрание. В администрации, ну, администрация всегда на связи, в принципе, с жителями, есть управляющие микрорайонам, которые находятся на территории. Ну, в тесном сотрудничестве с управляющими микрорайонами. Конечно, конечно. И, то есть, собираются собрания, люди высказывают свою позицию, и вот администрация там в лице управляющими микрорайонам, отдел ЖКХ тоже на связи, уже подталкивают людей на то, чтобы нужно объединиться и вместе уже дальше решать вопросы. Одно дело, когда весь дом куда-то жалуется и звонит, например, да, там, по отоплению или еще по каким-то вопросам. А другое дело, когда есть определенных рук лиц, которые, там, председатель Совета Дома или кто-то член Совета Дома, позвонит уже и от лица всего дома выскажет свою позицию. И администрации, конечно, удобно, ну, с такими людьми работать, с такими домами работать. Ну, вот, кстати, и семинары «Мой дом» во помощь и председателям Совета Многоквартирного Дома, и просто жителям. Вот какие примеры решения проблем жителей благодаря участию этого проекта вы можете привести? У меня, наверное, к вам одновременно этот будет вопрос. Ну, ответьте вы, пожалуйста, первый. Целое множество примеров. Вообще, надо сказать, проект «Мой дом» собирает полные залы. Вот в каких мы только не принимали участие с проекта «Мой дом» в помещениях, аудиториях, и постоянно аншлаг у нас. Это как раз и говорит об эффективности работы проекта «Мой дом», а решаются элементарные вопросы. Все, что беспокоит сегодня жителей, это смена управляющей компании, если есть вопросы, это организация товариществ собственников жилья, это те же проекты благоустройства, комфортная городская среда и проект содействия, это тарифное регулирование, это какие-то конфликтные ситуации, которые возникают между жителями и теми же управляющими компаниями, которые не в срок выполняют свои обязанности. Это конкретные примеры, это конкретные вопросы, которые задают жители, и мы на них немедленно отвечаем. Поэтому наши проекты «Мой дом», эти семинары-совещания не заканчиваются регламентами, там, два часа, они проходят иногда и подольше, по времени длятся, потому что у людей есть вопросы, они получают ответы и дальше уже работают с теми знаниями, которые получили. Третий год подряд при поддержке городской власти и по инициативе губернатора Дмитрия Азарова для председателей МКД проходит семинар «Мой дом». Жителям рассказывают, с какими проблемами приходится сталкиваться, занимаясь коммунальными вопросами и как их решать. Вот на одном из таких семинаров в Октябрьском районе города побывала наша съемочная группа. Вот уже два года семинары в рамках проекта «Мой дом» проводят на территории городского округа Самара. За это время удалось не только повысить правовую грамотность горожан, но и разрешить немало вопросов, связанных с системой жилищно-коммунального хозяйства. Екатерина Мех, председатель Товарищества собственников недвижимости, раньше приходила на семинары в качестве слушателя, затем решила действовать самостоятельно, и вот уже в этом году ее дом по улице Солнечная, 16, принял участие в конкурсе и одержал победу в номинации «Лучший подъезд». Теперь Екатерина делится положительным опытом с другими самарцами, выступая на семинарах в качестве лектора. Говорит, поток вопросов огромен. Один из основных вопросов – это по фонду капитального ремонта. Вот один из домов, который непосредственно на семинаре обращался к нам. Мы помогли провести им собрание, помогли с ним с документациями. Второй из вопросов – это с выразом ТКО, это бытового мусора. Также определили с ними проблемы, и непосредственно в Бахтеровском районе они решили вопрос, у них стало теперь четко, и ежедневно стал возиться мусор. На обучающих семинарах, которые проводят в рамках проекта «Мой дом», можно не только рассказать о своей жилищно-коммунальной проблеме, но и получить консультацию, если потребуется помощь. Во время проведения этих мероприятий поступают обращения от жителей по вопросам управления на квартирном доме. Мы стараемся их решить, и уже на повторных мероприятиях жители делятся с нами информация о том, что эти проблемы, которые они обозначали, на данный момент уже решены. Как правило, все вопросы решаются в кратчайшие сроки в результате эффективного взаимодействия администрации городского округа Самара и ее структурных подразделений для решения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Уникальность данного проекта, наверное, заключается в том, что создалась возможность наладить непосредственную коммуникацию жителей с надзорными органами и решить те насущные коммунальные задачи, которые у них и вопросы, которые у них назрели. В Октябрьском районе более 700 многоквартирных домов. Большая часть их управленцев, представители ТСЖ, ЖСК и ТСН уже приняли участие в семинарах в рамках проекта «Мой дом». Татьяна, ну а хочу я вас спросить о пользе семинаров «Мой дом» проекта. Вы принимали ли участие? Если да, какую пользу для себя вынесли? Конечно, я принимаю участие в каждом семинаре проекта «Мой дом». Да. Для председателя МКД это очень удобно, когда в одном месте, туда же не просто приходят председатели Совета МКД, или просто только сотрудники администрации района, туда приходят с Государственной жилищной инспекцией представители, с фонда капитального ремонта, с экострой ресурса. То есть в одном месте сконцентрированы все службы, по которым, то есть нам не приходится ездить, а мы можем прийти на проект и оставить свои обращения от дома, например. Либо жители, кто-то, если хочет персонально, мы можем, как вот я, как председатель МКД, я могу спокойно передать какое-то обращение. И никуда не нужно идти, бежать, писать. То есть консультацию, ну, любую. Нескольких специалистов одновременно можно получить в одном месте. А вот вы приведите, пожалуйста, свой пример. Какой вопрос вам удалось решить на таком семинаре? На таком семинаре, то есть такой семинар мне помог чем? Во-первых, на каждом семинаре выдают рабочую тетрадь с председателем МКД, в которой есть контакты всех служб, всех организаций, всех структур, куда председателем МКД можно обратиться. В одном случае все саккумулировано. Социальные сети. Жители пишут посты, комментарии со своими просьбами и предложениями. Расскажите, пожалуйста, как лично вами, вашей командой происходит отработка таких обращений? Да, мы работаем по нескольким сетям социальным. Мы также работаем, у нас телеграм-канал есть. И для своих мы установили срок не какой-то он там временной, а немедленно найти ответ и дать заявителю. Если это вопрос касается, например, как вот у нас сейчас снегопад идет за окном, некачественной работы управляющих компаний, то кроме того, что мы пишем сроки исполнения требований жителей по уборке территории, мы, как правило, выезжаем еще всей нашей командой, чтобы самим засвидетельствовать, в данном случае, как проходит работа. Это одна из форм сопровождения, скажем так, устного нашего тех обещаний, которые мы даем из сроков для исполнения нашим жителям. Именно так мы и работаем, не ограничиваясь лишь только устным сообщением, как и когда будет устранен тот или иной вопрос. Это касается и коммунальных каких-то сбоев в системе, там, порывов и прочих каких-то вещей, которые беспокоят жителей. Пишем сроки, выезжаем, проверяем, фиксируем окончание работы. К вам лично можно записаться на прием посредством соцсетей? Конечно, конечно. Записываются и на прием посредством соцсетей, и записываются коллективно на прием. Если это в общественной приемной проходит, и индивидуально были встречи у нас с жителями, которые приходили не только жители, приходили не с вопросами, а с рациональными предложениями. Совсем недавно мы встречались по проекту развития территории Октябрьского района. Проектное бюро такое приходили к нам, коллеги с проектами готовыми, которые студенты наши уже отработали. Поэтому и такие вещи смотрим. Взаимодействуем и работаем, не прячемся. Татьяна, как вам кажется, почему еще не во всех домах созданы вот такие советы? Виной всему все-таки неинформированность жителей или, может быть, отсутствие желания у наших горожан? Я не скажу, что это неинформированность. Некоторые люди, наверное, боятся брать на себя ответственность. Одно дело, когда ты сам за себя, другое дело, когда уже за спиной у тебя люди, дом, и приходится принимать решения. Да, это ответственность. И я призываю все-таки всех людей, которые проживают в домах, не оставаться в стороне, потому что если мы… Создавать советы? Да, создавать советы, потому что это очень удобно, когда есть единое мнение. Да, люди, конечно же, разные, но они приходят к единому мнению и уже двигаются дальше. – Спасибо. Пожалуйста, давайте озвучим вот еще и такой вопрос. Какие планы на 2023 год? Ну и, конечно, будет ли продолжаться, Сергей Олегович, благоустройство территорий, и если да, то каких? – Безусловно. Мы у нас амбициозные планы, они должны быть не только в скором исполнении, но и в качественном исполнении. Мы зашли по всем направлениям, по всем программам, какие возможны, какие нам предлагают нашему району для участия. Первое – это, конечно, формирование комфортной городской среды, значит, обустройство дворовых пространств, дворовых территорий. Это касается улицы Подшипниковая, улицы Революционная, Новосадовая по нескольким адресам. Значит, программа губернатора Дмитрия Игоревича Азарова «Проект содействия». Мы стали победителями по трем направлениям. Это Осипенко-4 устройство парковочных зон, Осипенко-18, то, о чем я говорил выше, это как раз продолжение двор будущего. Только уже теперь мнение жителей, и они поддержали, и достаточно большим количеством, что нужно организовать парковочное место еще к этому скверу. Следующий вопрос. Ну и вертолетка на Солнечный. Так приняли решение жители называть свою территорию благоустроенную, в будущем, в котором мы будем благоустраивать. Это как раз тоже дворовое пространство, и зонирование, и устройство детской площадки на территории, в районе дома по улице Солнечная-18. Хотелось бы также еще сказать о том, что с участием городского бюджета и районного мы планируем обустроить 9 дворов, дворовых пространств, скажем, да. Это Новосадовая-283, Гагарина-10, по проспекту Масленникова поработаем, 9, 17 и 19, значит, по Скалеренко и Николая Панова. Есть еще у нас также программа, как называется она, инициативное бюджетирование. Обращались тоже к нам жители по адресу Новосадовая-25. Опять хорошая спортивная площадка хоккейная, пользуются спросом, много жителей проживает, но чуть подустарело, есть даже какие-то вещи травмоопасные. Сейчас призываем наших коллег, социальных партнеров, хотелось бы, кстати, отметить, что у нас появилось, да, они и были всегда, но сейчас с активным желанием заходят, также вместе с нами принимают участие в благоустройстве территории, поэтому вот будем тоже призывать к участию. И в районе озера Леснуха тоже не единожды обращались жители, место для выгула собак тоже организуем в этом году. Ну и всем полюбившийся уже проект «Твой конструктор двора» также предусмотрели в бюджете средства на реализацию нескольких проектов, которые станут у нас победителями. В целом на 2023 год, по нашим оценкам, в районе 134 миллионов планируется направить на благоустройство Октябрьского района. Это не считая, еще раз говорю, наших социальных партнеров, которые тоже будут принимать участие. Ну что же, спасибо вам большое за участие в программе. Это была программа «Совет моего дома». Я надеюсь, что ответы, которые озвучили мои гости, были для вас интересны и понятны. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Совет моего дома» и направляйте туда свои вопросы, отвечать на них будем в эфире программы. На этом все. Всего самого доброго. Спасибо, всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова